всем привет сегодня рассмотрим установку и настройку дистрибутива суси там был вид вот практически под любым из моих видеороликов всегда есть ссылочка на мой сайт вот идем на мой сайт из моего сайта попадаем вот сюда на крок на кладовочку на кроке вот здесь имеется сборки мои идем сюда ищем суси вот суси заходим а значит ну что значит вот правой кнопкой мышки значит ну тут уже кое-что там у меня стоит постепенно заброшу значит будет папочка семерка ну в принципе даже эту я оставлю да и все отдельно папочку сделать для видео ладно значит возвращаемся назад вот правой кнопкой мышки нажимаете допустим скачать пишет подождите пока мы создаем архив а если же по каким-то причинам значит у вас это дело занимает очень много времени но можете скачать скачивать файлики там один за одним вот и все скачивать можно как через броузер на также можно скачивать программы угет про программу угет значит я в предыдущем ролике про arch мерч рассказывал вот в интернете запускаете программу угет и значит добавляете вот сюда то что вы хотите допустим скачать и будет вам как говорится счастье качалка очень хорошая не боится ни обрыва в сети ничего чтобы не случилось потом перезагрузились и опять как говорится начинаете нормально работать вот и вся недолго когда все это дело вы скачали значит вы попадете вот сюда значит распакуете архив у вас тут будет я насчитал 19 файликов вот встаете на самой первой правой кнопкой мышки распаковать сюда и распаковывайте сюда этот архив ну что ну ждем пока там все это дело распаковка происходит значит ну займемся приготовление местечко куда я буду устанавливать эту сборку я тут экспериментировал с усиками на двух разделах сейчас мы их оба отформатируем и на один из них заново установим эту сборочку вот смотрите вот у меня здесь была установлена сборочка сейчас беру полностью раздел форматирую форматирую и этот сразу форматирую то есть от сусика у меня никаких следов сейчас не останется кроме файликов формате выкуты 5 фс архиватор его мы и установим но ну поставим на 9 раздел какая разница вот начинается форматирование разделов в extension 4 формат но много времени это сильно не занимает так что ничего мы можем немножко подождать форматирование закончен нажимаем закрыть сейчас он обновить сведения о системе и получим 20 раздела на любой из которых можно установить практически любую сборку ну вот разделы созданы значит запоминаем ставить будем на девятый раздел итак распаковка закончилась вот мы получили файлик и вот этот файлик ну я сейчас вот сюда вопрос на рабочий стол перенесу этот файлик мы будем записывать при помощи программы qt5 фс архивер на 9 раздел жесткого диска так у нас с русскими буковками предыдущий сборки арч мерч я показывал были проблемы с рабочим столом не хотела на воспринимать ну думаю что будет здесь тоже самое вот я здесь нажму так home user юзер рабочий стол на 9 раздел восстановить вот пишет ноль файлов и ноль каталогов значит то есть не записалась с этим уже мы сталкивались поэтому вот я просто-напросто беру вырезаю этот файлик иду в папочку дом домашняя в корневую открываю я как root завожу парольчик и вот сюда просто беру и вставляю в корневую папку запомнили да вот оно ни один из разделов у меня так такой большой не получался из дистрибутивов арч мерч был 4 1 гигабайта манджара был 3 7 гигабайта ну а это что-то то есть сусе там был вид занимает очень много места ну что поделаешь ладно теперь значит а что будем делать рабочий стол у нас отпадает мы возвращаемся назад значит идем юзер вот сусе там был вид и восстановим ее на 9 раздел жесткого диска здесь вот очевидно в названии нет русских буковок и поэтому восстановление вот идет нормально скажем так ну как пойдет посмотрим давайте подождем итак установка на жесткий диск завершилась вот тут написано сколько было сохранено чего ну давайте как говорится еще и на g партии посмотрим пока тут ничего нет сейчас обновим все это дело пересканировать и в окончательном видео видим что вот у нас 17 гигабайт в разронутом виде занял сусе очень большой большой дистрибутив ну там кд и во первых до плазма да там много чего там напихано перед тем а как запускаться всегда нужно что сделать еще значит вот у меня сборочку был включен файлик дайте ка я посмотрю вот этот файлик мы его сейчас откроем и пойдем как говорится по этому пути который нам подсказан значит открываем терминал то есть сборку мы установили файлик а теперь надо установить его на него загрузчик чтобы он видел сусе вот так вот делаем если у вас диск там sdb sdc ну вместо буква поставьте другой нажимаете enter вводите пароль и производится установка загрузчика и вторая команда после установки загрузчика будет обновление загрузочных записей вот все то есть чтобы попасть на установленную сборку значит надо чтобы программа обновила сведения вот она пишет что linux дистрибутив неизвестный на девятом разделе но мы то знаем что он у нас обозначает проверим почему он у нас неизвестен да нет вроде бы здесь был назван правильно ну ладно не столь уж и важно значит ну что я сделаю я значит сейчас перезагружусь и попробую попасть на этот неизвестный 9 раздел и с него вам уже сообщу что и дальше как я делал и так я загрузился вот выскакивает окошечко бумажник подсоединить не могут они без этого жить вот здесь крутится окошечко подключение к сети не знаю будет он подключаться или нет ну вот пишет что подсоединился ну и слава богу вот а так значит ну что настроить сетевые соединения нажмете у себя и пойдете тут в настройках все это дело значит посмотрите как дело делается откроем gparted и посмотрим все ли у нас разделы подсоединены так как нужно значит ну во первых своп раздел подсоединен частенько бывает что не подсоединен приходится его подсоединять и значит корневым разделом вот на девятом разделе у нас встал значит раздел который на который мы установили программой qt5 fs архивер значит полностью готовы практически к употреблению сборку значит состав сборки значит вошли программы для записи с экрана это две программы абс студия и симпл скрин рекордер ну единственное вот здесь если у вас микрофон невыносной то выберите какой у вас там микрофон его подсоедините то же самое сделайте в абс студия вот дальше два браузера chromium и firefox ну оба браузера работает нормально программа сама по себе qt5 fs архивер который я создавал снимочек текущий вот она как говорится перед вами блокнотик ну вишенка там с командами ну большинство из них значит на сусе не работают потому что тут пакеты рпм не дебяновские и терминал не все команды как говорится воспринимает ну частично кое-что значит он все-таки воспринимает ну допустим если сейчас даже напишу вот чтобы коночки когда подключаете набрать и конфиг ну вот и она здесь работает ну вот вот можно скопировать вот это дело и если коночки не работают пойти в конки менеджер так искать будем долго напишу я здесь конки какая разница вот вот в конки менеджере значит вот здесь в настройках пойдете в сеть и значит если у вас вот он не работает ну у меня то он уже работает но вы вот так вот возьмете выделите вставите значит вашу эту строчку нажмете значит там применить и будет как говорится вам счастье на ну здесь у меня сделано так чтобы конки автоматически запускались так что тут все нормально значит ну что сборка хорошая офис скажем так нормальный ну допустим давайте возьмем ну вот по типу винворда он полностью с ним совместим то есть может сохранять документы формате doc и doc x и читать их без проблем вот пожалуйста значит здесь значит было переключение клавиш что-то такое control и клавиши супер по моему вот тут оно не работает но переключать раскладку будете вот так английский или русский взяли встали и все на русском встали вот напечатали что-то пошли там на английский здесь вот так вот в английском значит здесь будете нажимать на знак собачки краешу shift и цифру 2 вот таким вот образом допустим сохранить в документах вот посмотрите все форматы я могу сохранить и как текстовый формат и и док в формате microsoft word да вот то есть про ну практически нормальная совместимость получается то есть что вам нравится то делайте ставьте там и сохраняйте вот пожалуйста формате винворда сохранен какие проблемы ну а с раскладками ну что ну тогда раскладки будете переключать смысле пока вот так пока там не разберетесь как они дела делаются а значит буковку комбинации клавиш shift и цифра 2 в английской раскладке будете получать знак собачки вот практически и все эту сборку я специально не допиливал как говорится до самого совершенства чтобы дать вам скажем так но общее представление и только наиболее трудные программы поставил это вот были программы для записи с экрана и значит вот qt5fs архивер очень смешно значит получилось вот с этой программой вот видите я нажимаю на open shot а он а не запускается и тогда значит я что сделал значит я сделал вот здесь вот специальную папочку программы и аппликашн имидж вот просто если по нему кликните вот так вот щелчок щелчок там или два ну сейчас попробуем дождаться на щелчок вот все он запускается работает как говорится и наслаждайтесь пытаясь здесь закрепить до закрепляется все нормально а когда нажимаешь чтобы он запустился а вот не хочет он запускаться и все вот любителям загадок кед еще одна как говорится загадочка порешайте значит программы значит какие требует решения подсоединение настройка программы варите варите слайд-шоу чтобы open shot open значит через менеджер программ здесь вот в ясте есть вот вот он ставится а работать не работает вот управление программным обеспечением когда нажимаете вас здесь вот практически он тут сейчас все это дело пообследует посмотрит там если там обновление какие ну немножко можно будет пока и подождать ну вот менеджер пакетов закончил свои обновления ну что очень похож на синаптик не все программы ставятся вот смотрите я пишу например скайп ну уж казалось бы программа для общения т.р. вот чего угодно любые плагины а самого по себе скайпа здесь нет то же самое с программой teamviewer тоже очень популярная программа но как видите ничегошеньки он скажем так не находит ну что тот кто любит суси и кому нравится этот дистрибутив я думаю со временем они там поставят все что как говорится им нравится но поищу там самые различные пути установки и так далее а так вот скажем заготовочка суси у вас есть занимает правда до черта места и на кладовочку я буду ее забрасывать наверно там неделю вот ну заходите периодически там проверяйте когда увидите табличка исчезнет что идет загрузка значит тогда уже можно будет скачивать и устанавливать ее но мы как видите принцип установки для всех сборок созданных программой фс архивер или qt5 фс архив архивер значит они одинаковые вот установка значит производится сразу на раздел не флешек тут не надо ничего тут один написать пользователь написал вот у меня винда а вот в другой раздел значит свободный экстеншен 4 а как я установлю значит на него вот эту программу сборку вашу любую сборку линукс минта на них у меня уже практически на все был предустановлен дистрибутив предустановлена программа qt5 фс архивер ну может быть ну почти что на всех врать не буду вот давайте глянем просто покажу где вот пойдете на крок на кроке значит зайдете вот сборки мои ну вот идите на мент точно не ошибетесь значит на менте то ценам он он или 2 или 2 18 2 или он у меня даже есть 18 3 вот пожалуйста качайте вот эту сборку на ней уже qt5 по моему установлен врать не буду но даже если он не установлен находясь на флешке зайдете в интернет найдете на sourceforge программу qt5 фс архивер поставить ее и прямо с флешки выдерните этот архив если он у вас на винде находится значит и установите его на другой раздел жесткого диска по желанию вот и и всяко говорится недолго то есть программе qt5 фс архивер не обязательно находиться на где-то на жестком диске она может спокойно себе жить и на любом значит лиф так называемый на живых флешках и оттуда можно с ней работать вот практически и все значит ну общие впечатления какие ну что ну кеды скажем так довольно таки занозистая операционная система ну когда там все это в ней говорится подгоните под настроить и ну что работает она как трактор и работать будет у меня как трактор у меня помню кеды pc linux ски стояли два или три года появлялись новые операционные системы там дистрибутивы linux уходило все а кеды как вот поставил я их раз они так у меня и работали вот таким вот образом здесь особенности какие у там был вида у сусика что у них тут обновление идут самостоятельно то есть раз поставили и не надо там каждую новую там точку там 18123 там выставлять переставлять так далее само все будет обновляться это по типу роллинг релиза не чистый роллинг релиз но по типу роллинг релиза вот штука хорошая как говорится пользователям меньше головной боли от этого вот ну а самые необходимые программы значит есть офисные есть которые вам нужно будет до установите вот специально оставляю это дело скажем не совсем законченным чтобы каждый настраивал и подгонял под себя то что ему нужно и как ему нужно вот ну ладно желаю вам всего доброго всяческих успехов и до новых встреч